АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня мы бы не начали этим заниматься, если бы это не было выгодно. Но самое главное, что мы сегодня работаем в рамках программы импортозамещения и ставим перед собой задачу доказать самим себе, что мы можем покушать без помощи сегодня наших иностранных партнеров. Теплицу построили на средства инвесторов. Кроме салатной линии здесь выращивают лук. 100 килограммов в день планируют получать методом гидропоники. Используется только вода. Это обычная питьевая вода, которая тоже не любит примесей, не любит хлорирования большого. То есть, как наш организм человеческий. Если земля несет за собой у нас что-то, то здесь абсолютно все чисто. Мы пользуемся аэрацией, водой и озонацией. То есть, то, что нам обеззараживает, обезвреживает. И продукция от этого становится только качественнее. Горшок с салатом будет стоить 45 рублей. Килограмм лука – 300. А вот огурец сейчас обходится в 170. Это на 40 рублей меньше, чем в декабре прошлого года. Понизить цены удалось благодаря экономии тепловой энергии. Современные теплицы сократили затраты на нее на 32%. Мы будем убирать и те теплицы, и ту теплицу, которая старая, потому что они были неэкономичные, они энергозатратные. И поэтому приходилось много дотаций давать комбинату для того, чтобы он мог выжить. Чтобы его продукция была конкурентно способна на рынке. То есть, сегодня комбинат через несколько, допустим, через год-два он выйдет. И это будет рентабельное, это будет прибыльное предприятие. Зелень и овощи из нового комплекса появятся на прилавках уже в середине января. А вот тепличных томатов амурчане не увидят до ноября 2016-го. Сейчас их просто негде выращивать. Но осенью следующего года на месте старых теплиц появится новый 6-гектарный комплекс. А летом на комбинате заработает самое большое овощехранилище в области. Ирина Сругачева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.